Ассаламу алейкум, братья и сестры, подпишите, пожалуйста, на канал, поделиться с друзьями, не забывайте лайк. Убитых в Перми дочь и отца похоронят в Таджикистане. Их тело накануне отправили в Москву, а сегодня отправят в Таджикистан. Родственники и таджикская диаспора в Перми помогают семье убитой беременной женщины и ее отца справиться со всеми трудностями. 5 февраля тело погибших доставили в Москву, а из Москвы на самолете сегодня отправят в Таджикистан. Семье мы помогаем и не бросим их. Сейчас мы постараемся восстановить документы на детей, потому что не можем найти их свидетельство о рождении, после мы их заберем. Сейчас оба ребенка находятся в больнице с родственницей, мальчика она кормит грудью. Опекуном детей станет их дядя, сказала руководитель женсовета таджикской диаспоры Курбангул Сиярова, передает комсомольская правда Пермь. Выяснилось, что жертвой могла стать и мать убитой девушки. После убийства своей жены он взял ребенка и повел к теще в соседний дом. С собой у него был нож, это позже нам сказала консьерж. Маму спасло, что в доме было много родственников, поэтому в квартиру он не зашел. Теща предложила ему остаться на чай, но он остался в коридоре, спросил, где тесть, ему сказали, что идет домой с работы. Он сказал, что сходит до магазина и вернется. А сам пошел его убивать, рассказала Сиярова. По ее словам, мать до сих пор не может поверить в случившееся и понять, почему ее зять убил своих родных людей. Дочь не делилась с ней своими переживаниями, у нас не принято обсуждать проблемы, которые случаются в семье, мы все держим в себе, отметила Сиярова. По словам председателя Пермской региональной частной организации. Таджиков Хуршида Саидова, семья жила дружно, но в последние несколько дней у них были ссоры, передает АИФ Прикамье. Диаспора взяла ситуацию на свой контроль. Семья очень уважаемая в диаспоре. Женщина никогда не жаловалась на мужа, жили дружно. Но в последние три дня у них происходили ссоры, сказал он. По данным портала проперм.ру, тело убитых в Перми 21-летней Шабном и ее 48-летнего отца Хаджикурбона будут доставлены в город Таджикабад, где они будут похоронены. 3 февраля в микрорайоне Заостровка были убиты молодая женщина и ее отец. В содеянном подозревается муж убитый, 26-летнейших Назарша Сафаров. Его задержали полицейские в тот же вечер. Во время следственных мероприятий он признал вину. С его слов трагедия связана с желанием супруги развестись и сделать аборт. У пары остались двое малолетних детей, сын и дочь. Сегодня Дзержинский рай Судперми должен определить меру пресечения для мужчины. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Кто из нас не может достичь своих целей в одиночку. Поэтому давайте будем вместе и поддерживать друг друга.